Приветствую вас. На мой взгляд, вы совершенно правильно и точно задаете вопрос о том, с чем связано проявление этих снов. Значит, проявление это связано с тем, что вам активно не хватает проявления женственности. Вам активно не хватает проявления чего-то женского. Возможно. Как правило, женская это чувственность, это эмоциональность, это какая-то может быть спонтанность, это может быть легкость, это может быть свобода, это может быть что-то вот такое. Хорошего говоря. И вам, вам вполне возможно, этого или иного не хватает. Соответственно, нужно проанализировать, нужно проанализировать то, что в вашей жизни происходит, то, что в вашей жизни произошло. Вот. В результате чего вам такие сны снятся. Очень часто наш мозг, он вот воспроизводит подобного рода сновидения, ну просто потому, что вот нам не хватает либо женственности, либо мужественности и так далее. Вот. Кроме того, опять же, в зависимости от возраста, да, то есть очень многие люди бисексуальные, то есть они, ну, испытывают априорио. А-а-а-а. Тягу к обоим-палам. Вот, и это нормально, и вполне нормально, что когда-то вы, просто ну, да, там, условно говоря, не доиграли, например. с девушкой, не попробовали, с девушкой просто сблизиться, и сейчас, из-за того, что вы, может быть, испытываете кризис какой-то, из-за того, что у вас не складываются отношения с мужчинами, например, вы подсознательно обращаетесь к такому вот наиболее безопасному, по вашему мнению, варианту, да, то есть наиболее такой безопасный для вас вообще во всех смыслах вариант, вот, чтобы, ну, чтобы получить то, что вы хотите. Любовь там, тепло, забудет ласку, безопасную защиту, может быть, тут очень много всяких вариантов, возможно. Вот. Вот так. Вот это вот, собственно, то, что я могу вам сказать. То, что, действительно, ну, как обстоят дело, по факту. Вот. Что с этим делаем, да? Ну, опять же, нужно выяснить, чего конкретно вы хотели бы. Для себя, например. Конкретно. Чего бы вы конкретно для себя хотели бы. Это первое. Выяснить это. И дальше уже скорректировать ваши действия по достижению поставленных целей. Какие это могут быть цели, какие это могут быть действия, и это уже решается непосредственно, непосредственно с вами на консультации, да, то есть проводятся работы. Вот. А пока что, наверное, ну, я не представляю для себя возможным говорить о том, что вам с этим делать, да, потому что очень большая, большая, очень большой радиус, разброс всевозможных действий, причин, которые породили у вас, я здесь, ну, не могу, если вы пишите, что вам часто снять. Вот. Опять же. Понимаете, интересует мужчина. Это интерес к мужчинам далеко не всегда означает, да, что выкнем, например, ну, тяготитесь, допустим, выкнем, например, тяготитесь. Это совсем не означает. То есть зачастую это могут быть совершенно разные вещи. Зачастую. Вот. Поэтому тут нужно только исследовать, поймите правильно, пожалуйста. Ну, не только напредь, только исследовать. Как и что. Вот. Как и что происходит. Как и что... Ну, значит. Ну, ну, с вас, с вами. Поехал. Ну, вот. А, ну. Соответственно. Так. Я не вижу в этом ничего плохого. В том, что вам снято, снято такие-то. Вот. Я не вижу ничего плохого. В том, что у вас они есть. Вот. Ну, мне кажется, что это даже, ну, хорошо. Это говорит о том, что вам чего-то не хватает. Это говорит о том, что вам что-то нужно. Вот. Это говорит о том, что вы чем-то нуждаетесь. Вот. Для, ну, для себя. Вот, вот. Собственно. Собственно всё. Собственно так. Вот. Я думаю, что так можно вам ответить на вопросы на ваш. Надеюсь, что это было полезно вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, буду рад помочь. Простите, пожалуйста, если мало вам ответил. Ну, вы мало написали. В общем, это очень деликатная история и достаточно много времени срадится на то, чтобы понять причины этих наведений, и зачастую для этого их нужно очень подробно разобрать. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что вы все-таки увидите все, что я знаю за вашими наведениями с нашей помощью и без.